Здравствуйте, в эфире программа Крупным Планом и я ее ведущая Олеся Хитагурова. И сегодня у нас в гостях инструктор по КПР Юрий Муратов. Здравствуйте. Юрий, ну мы неоднократно с вами говорили о КПР, говорили о том, как проходят занятия в секции, но теперь в этом году еще и есть лагерь КПР. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея вообще собрать детей и отвезти их изучать в Магаданскую область? Ну, у нас затей на самом деле много, просто нужно дождаться того момента, когда мы будем готовы все их реализовывать и когда мы будем в состоянии все это сделать уже. Вот в этом году мы решили, что мы готовы сделать лагерь, потому что затея сама была давно и пробовали мы его уже не раз, но как показывает опыт, если ты не готов к чему-то пробовать это, то скорее всего получится какая-то ерунда. И к ерунде мы как бы не хотели бы приходить, и поэтому мы дождались уже точно вот этого момента, когда мы сделаем. Собрали все ресурсы, собрали весь накопленный опыт, опыт коллег из материка, опыт других людей там. Ну, в общем, решили, что пора это сделать. Ну и, соответственно, сделали. То есть лагерь представлял из себя не только походы, не только тренировки, это было много общения, мы строили хижину в лесу, мы ходили по всяким окрестностям, по городу гуляли. Ну, в общем, то есть ребята не только просвещались, так скажем, походной деятельностью, они общались вместе, они социализировались, учились дружить, учились работать в команде, проходили разные тренинги, квесты и все такое. Каждая смена представляла из себя. Сколько их было смен? Смен было три, то есть на каждый месяц по одной смене. В одной смене 11 дней. Ну, то есть, если какой-то приходится на непогоду, мы его переносим, и, соответственно, эти 11 дней обещанных, они реализуются. Даже получилось 12, потому что последний день смена у нас завершался двухдневным походом. Как проходило их вот это пребывание в лагере? Ну, сам лагерь, капуэр-лагерь, он, допустим, на материке проводится таким образом, что ребята только тренируются. Ну и плюс, конечно, если мы в обычном состоянии бегаем по кругу, то тут мы бегаем по сопкам. И здесь в Магадане пришлось, конечно, адаптировать, потому что не везде природа, не везде погода, позволяет именно постоянно тренироваться именно в том виде, в котором нам хотелось бы это делать. Вот. Мы адаптировали это все в походы, потому что уже забили на тренировки, ладно, уже, ну, где-то. И где-то, само собой, та же кардио-тренировка, это взбежать в сопку с тремя-четырьмя там рюкзаками, там, палатками и всем остальным. Куча еды, как бы, ну, это вот так вот было. Какой возраст у детей? От четырех с половиной у нас участвовали. Ну, это, конечно, это я слишком планку так повис, потому что такой ребенок был только один, и он приходил-уходил. А так шесть плюс. То есть в шесть лет ребята собираются и идут путешествовать по Магаданской области? На семь-восемь километров. Где были? Самые запоминающиеся места – это бухта Конгали, это ручей Березовый, черный ключ, это вот, которые далекие походы и такие, которые дарят именно яркие эмоции и воспоминания на долгую жизнь. Как проходили дни? Вот вы приходили, утром что вы делали? Восемь-тридцать ура сбор у нас в Академии. Все быстренько там перепили чаек, переобщались, перездоровались. Вот. И побежали. У нас, если у нас день непоходный, то мы идем на Автодековскую сопку. У нас там стройка хижины была, плюс, ну, представляете, да, мы построили хижину и там делали свой маленький киломбуш, так называемый, в Бразилии. Это места, куда капуэристы убегали для того, чтобы не работать и учиться капуэре. Вот. У нас таким образом это здесь реализовалось. А если походный? Если походный день, то мы иногда раньше, иногда позже, в зависимости, там, если на автобусе, если мы как-то едем, если идем пешком, мы собираемся в определенное время и погнали. То есть, если это на автобусе, мы вот, допустим, доезжали до Горняка. От Горняка мы шли через сопку, вот это вот на черный ключ. И вечером, чтобы успеть на автобус, также возвращались. А с ночевкой оставались? Нет, с ночевкой мы ходили только последний день смены. Там, как правило, нам помогали родители. Родители вообще это просто... Спасибо вам всем родителям, которые помогали, потому что и палатками, и машинами, и еще какими-то средствами. Ну, то есть, спасибо вам большое. Вот. Мы идем на двухдневный поход, мы проводим большую подготовку, инструктаж, как убегать от медведей, как убегать от медведя на встречу и все остальное. И выдвигаемся, идем, у нас куча еды. Вот, кстати, последний раз, когда мы пошли на бухту Кангали, мы пошли на два дня, а в итоге остались там на три дня. Потому что меня буквально с ножами к горлу сказали, что мы домой никуда не пойдем, и все. Дети. Дети. А они сами готовили себе кушать, или кто-то из взрослых все-таки? Я считаю, что лагерь, он должен быть не только доставлять удовольствие, но чему-то учить. И, соответственно, дети учились сами и готовить. Ну, понятно, что в разумных пределах, конечно, на что они способны, тема. Потому что в походе человек должен, как и в КПР, проявлять одно важное качество. Это самоорганизованность, уместность и понимание того, чем он может быть полезен. И его польза, допустим, в данный момент заключается, если ты не можешь пользоваться ножом, если ты не можешь, ну, принеси там тарелочки, подкинь дров, еще что-нибудь. То есть первое, что мы приходим на место, когда делаем, мы собираем дрова и ищем, кто чем может быть полезен обществу. То есть это плюс работа в команде? Это, да, это уже важный фактор. Как проходили занятия на воздухе? Занятия на воздухе у нас были только первые две смены. Потом я решил, что, наверное, не нужно им это. Почему? Ну, потому что, допустим, когда мы занимались на гороховом поле, занимались на школе на 27-й, занимались на автотековской сопке, везде дети страдали от комарья и от мошкары и от всего такого. И это, ну, тренировки, они сами по себе должны все-таки ассоциироваться с чем-то хорошим. И я не хотел бы, чтобы с детства у детей эти ассоциации были связаны с чем-то плохим. Ну, подождите, если тренировки должны ассоциироваться с чем-то хорошим, то не должно ли пребывание в лагере ассоциироваться с чем-то хорошим? А ведь комары не уходят, пока вы не занимаетесь. Когда мы идем в лагерь, это одно дело. Мы идем со специальной подготовкой, со всеми антикомаринками, со всеми спиралями от комаров. Мы их ставим по периметру. А там в лагере нельзя было заниматься? Вот не было условий? Я думаю, что сам поход, это уже неплохое такое занятие, это прокачка выносливости. Потому что для взрослого оттопать 7-8 километров, это как бы, ну, нормально, да? А для ребенка, понимаете, да? Ребенок 6 лет со своим рюкзаком, с термосом, с едой, со своими, со всеми проблемами. Потому что это на самом деле доставляет большие мучения. Я помню по себе это, когда меня водили в походы. Ныли? Конечно, конечно. Там угрозы были, физические расправы. Нормально, там родителям скидывал видео, там смеялись, конечно, нормально. Но у меня есть, у меня есть свой определенный план, как это, по которой я меряю, ну, степень мучений, которые я доставляю детям. Потому что когда в детстве мы, вот у нас была замечательная инициатива, я не знаю, как сейчас осталось, нет, был такой комитет по спорту и туризму. И там знаменитый наш путешественник Рудольф Седов, он водил ребят в походы. И мне посчастливилось одним летом попасть как раз в его команду. И это самое незабываемое лето, которое у меня было, можно сказать. И однажды мы с ним попали вот в такую, ну, природа как бы бывает всякая. Мы пошли на Бухту Светлую, у нас было несколько пацанов, несколько девчонок, команда. И мы попали в настоящий ураган. То есть мы поднялись на сопки, у нас были палатки, все было классно, все было хорошо, и все были довольны. Хотя этот путь доставлял определенные мучения. Мы всегда ныли, страдали, но на следующий день мы отдыхали и хотели опять в поход идти. И, значит, вот начался ураган, с неба была вода просто, не дождь, а вода лилась. И ветер был такой, что нас сдувало у детей. Ну, в Магадане не тропические ливни, как вы пережили это? Мы побежали, мы побежали на берег, там рыбацкие домики были, в этих рыбацких домиках нас обогрели. Терли чем-то там, засунули в баню, проконсервировали, вытащили. И, в общем, на следующий день мы уже спаслись. Но я знаю просто, что по своим ощущениям, мне было как раз тогда 7-8-9 лет, я сейчас этого вспоминаю с теплом. И я благодарен и Рудольфу Владимировичу, и ребятам, которые... И вообще я очень много проклятий тоже тогда рассылал, но сейчас хотел бы забрать все это обратно. И я хотел бы, чтобы дети мои помнили то, что рано или поздно это им вернется добром. Что говорили ваши ребята? Ну, вы говорите вплоть до физической расправы. Вот самые умилительные моменты вспомните. Юра, мои родители тебя убьют. Я больше никогда... Это мальчик, который отходил всю смену и потом записался на вторую, сам попросился. Он всю смену обещал, что он больше ни в один поход со мной не пойдет. Никогда. Я ненавижу походы, я ненавижу рюкзак, я ненавижу вообще что. Ну, вообще. А девочки были? Да. Девочки сильнее, чем мальчики или наоборот? Да, как-то как, на самом деле. Есть ребята... Тут же все зависит от той тепличной атмосферы, в которой ребенок растет. И от того, как родители ему там прививают, не прививают. Возможно... Ну, невозможно, я прям уверен, что так и есть. Что многие отдали как раз влаге ребенка, чтобы немножко его там закалить, дисциплинировать. И сделать из него нового человека. Первый шаг, один из первых шагов на пути к новому человеку, более сильному. Как вы считаете, этот первый шаг удался? Я прям уверен, потому что на каждое завершение смены всегда масса желающих. Потому что это как бы... Ну, оно должно быть эпическое, оно должно быть куда-нибудь далеко. И оно должно собрать, по идее, больше людей. Приезжая вот на Кангали, когда на бухту Кангали, у нас первый день мы, получается, приехали группой человек 12. Это первая смена, у меня было человек 7 или 8. То есть на Кангали уже 12. На следующий день еще трое-четверо подъехали. Вот. И на третий день осталось уже как бы, ну, вообще нормально так людей. А в третьей смене сколько было, ребят? В третьей смене, по-моему, около двух добавилось. Точно не помню уже цифру. Ну, человек где-то 13-14. Понарастающий. Да, да. Но это на самом деле довольно-таки сложное занятие. И я это делаю первый год. И я не знал, к чему это... Ну, как это может... Чем обернуться, да? Потому что работая с детьми там в атмосфере зала, это одно дело. Другое дело, лес. Лес – это опасность, серьезная опасность. И как бы я старался все-таки еще смотреть, кого брать, кого не брать. Ну, и все эти мины замедленного действия тоже в виде незнакомых детей, которые только приходят в новую смену, они тоже давали о себе знать. Но в итоге все нормально, ни одного трагического происшествия, у нас все классно. Травмы были? Травм не было, но были всякие комические ситуации, когда мы пошли на глинку, на озеро. Мы пошли не обычным путем, как вот через Солнечное ездить, а пошли через сопки автотековские, и ребята по колено ушли в глину. То есть у них даже не по колено, там, по-моему, выше у них все было в глине. Они там выговаривались. Я видел, он скинул потом. Вот. Потом девочка постоянно одна теряла то телефон, то кроссовки, то куртку, то еще что-то. В общем, родителям придется покупать одежду новую. К концу ее пребывания в лагере, ее собранность усилилась? Она изначально была самая собранная. Но вот такой парадокс, что она больше следит за другими людьми. И она, при том, что ей почти 8 лет, у нас были квесты и тренинги, она, наоборот, ребят всех организовывала. Она была таким голосом разума, которая очень много такого говорила, чего, допустим, даже я не мог бы сказать. Вот тот момент, когда ты успеваешь следить за всеми, а за собой забываешь? Да, да, да. Понятно, что дети ныли, были возмущения, были хорошие отзывы непосредственно не после того, как вы пришли, а во время? Были, постоянно были, конечно. Но на самом деле я понимаю, почему дети жалуются. Это невыносимо просто идти само по себе, вот этот постоянно, не зная цели, да? Это взрослому-то непонятно для чего. А ребенку, так вообще, это просто, ну, я не знаю, ну, наверное, ужасно. А на вопрос, куда мы идем, что вы отвечали? У нас есть такой любимый вопрос. Юра, долго еще? И любимый ответ, почти пришли. Это мне буквально надо было уйти на затылке. Это работало в течение нескольких часов повторяться, да? Это постоянно повторялось вообще на протяжении всей смены. Потом уже они меня начали называть, почти пришли. И как-то так, да. Помимо вас взрослые были еще в лагере? У нас взрослые постоянно присоединились к нам, да. Ну, я само собой понимаю то, что где-то и родители за детей переживают, где-то и помочь хотят. И поэтому они периодически нам помогали. Вот мы когда на водопад гоняли, там у нас самые наши активные родители, они как раз практически все организовывали, помогали, там довезли на машинах. Мы там ехали на машине, ребята залезли прямо на крышу. И там получили массу эмоций, конечно. Я так понимаю, это первый опыт в вашей жизни. Вот такое проведение лагеря, это понятно, что это не секция, это не они пришли в зал, вы позанимались, они ушли. Это ответственность на протяжении нескольких дней. Особенно если вы уходите куда-то из Магадана и идете путешествовать. Что вы чувствовали? Я понимаю, что это ответственность не только в том плане, что это дети, которых мне доверили. Это еще ответственность за то, что у них останется потом в голове. И мне очень важно было, чтобы у них осталось не только то, что они там куда-то топают, непонятно зачем, непонятно ли какой цели. Мне нужно было, чтобы у них оставались яркие эмоции. Поэтому все привалы, все вот эти вот знания, которые я в них загружал потихонечку, они были дозированы. То есть больше привалов, да, на привале мы, допустим, поиграли, попели там что-нибудь, посмотрели какую-то красоту, полазили по деревьям, пошли дальше. Дошли до какого-то места, там я тоже смотрю, чтобы они отдохнули сначала, потом только начали что-то делать, чтобы начали вот этой самоорганизованностью учиться. Потому что если мы пришли и сразу начали что-то делать, само собой для них это ад, помноженный на ад, и это уже ни в какие рамки не лезет, мне нужно научить их не дисциплине, как в армии, как вот юна армия, да, там подвиг, а у нас противоположное немножко направление. Нужно научить, наоборот, именно чтобы человек сам организовывался. И где-то он понимал, что сейчас нужно стать частью команды, где-то он понимал, что сейчас я лично могу сделать что-то полезное, и как-то так он, чтобы, ну, рос над собой. Планируете в следующем году еще раз организовать лагерь? Да, мы сейчас сядем, соберем все свои шишки, которые набили шишек достаточно на самом деле, соберем в кучу все полезное, все хорошее, то, что у нас было, и сделаем из этого что-то удобоваримое. Я надеюсь, что у вас все получится. Я уверена, что мы встретимся с вами еще не раз и поговорим о том, что лагерь стал больше, он пользуется популярностью. Напомню, у нас в гостях был инструктор по капоэро Юрий Муратов. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова